Здравствуйте, мои маленькие зрители, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня у меня для вас новая сказочная и интересная история. Садитесь поудобнее и слушайте повнимательнее. А сказка, которую мы с вами будем читать, называется «Локоток». Жили-были бедный крестьянин и его жена. Был у них сын. Всем был хорош, да рост там мал. Но самое большое с локоток. Так они его и прозвали – Локоток. Однажды, сказал локоток отцу и матери, пришла пора мне мир посмотреть, себя показать, счастье искать. Найду – вам, родителям, своим помогу. Старость облегчу. И отец, и мать встревожились. Куда ты такой маленький? Эй, не беда, сказал локоток. Была бы голова на плечах, и нигде я не пропаду. Сказал – так и пошел. Шел он, шел, шел он, шел. И привела его дорога в чужой неведомый лес. Вот и хорошо, думает локоток, место лучше не сыскать. Пора и отдохнуть. И прямо на дороге растянулся во весь свой могучий рост. От макушки до пят. Локоток и от пят до макушки локоток. Шапку на глаза надвинул, от солнышка их прикрыл и заснул. А в ту пору в лесу знатный барин, хозяин здешних мест, с егерями охотился, увидал локотка и говорит – Эй ты, лягушонок, прочь с дороги, чего здесь развалился? А локоток будто и не слышит, спит, не спит, а посапывает, да похрапывает. Кому, говорю, уходи, забодают тебя зайцы. А локоток и в ус не дует, лежит, как ни в чем не бывало, лежит и не шевелится. Видали богатыря, говорит барин, что если щелчком его с дороги сбросить? Нет, лучше попугаем его как следует. А ну, мои верные друзья, пальните у него над ухом из ружей. Вот он и вскочит, вот он и затрясется, а мы тогда вдоволь посмеемся. Зарядили егеря ружья, да все разом как грохнут из них у локотка над головой. Тут локоток глаза открыл, разгневался, только тогда и вскочил. Кто посмел меня, локотка будет дотревожить? Сейчас как дам, все кувырком полетите. Барин и егеря его чуть со смеху не надорвались. Вот насмешил, остерегайтесь, богатыря, за нами заяц скачет, как бы он тебя ненароком не затоптал. Заяц? Скричал локоток. Да я не только вас. Медведя не боюсь, с кем угодно, один справлюсь. Барин со смеху чуть живот не надорвал. Вот это дело, говорит, раз ты такой охотник небывалый, давай уговоримся. Тут недалеко от моей усадьбы медвежья берлога есть. Мы зверя лютого взять не смогли, больно силен, да велик оказался. Так ты, богатырь, медведя этого хочешь, давай попробуй убей, принеси мне его, а хочешь живым приведи его и в двор мне прям введи, а там проси, чего пожелаешь, все исполню. В том даю тебе мое барское честное слово. По рукам, сказал локоток, слыхал я, дочка у тебя красавица, рукодельница, умница, вот и стану я тебе зятем, а ей добрым мужем. Ну и ну, барин совсем развеселился, ну, если с медведем не справишься, а сам уцелеешь, закачу я тебе такую порку, век помнить будешь. Ну что, пошли? Привели они локотка к медвежьей берлоге, сами в сторонку, в сторонку и домой. Остался локоток один. Как остался, он один, пруд подлиннее выломал, к берлоге подобрался и давай медведя прутиком этим щекотать. По первому разу медведь головой потряс, по второму разу медведь лапой по пруту ударил, по третьему разу медведь взревел и вскочил, по четвертому разу, а вот по четвертому разу не бывать, локоток не стал дожидаться, пустился на утек, а медведь огромный, мохнатый, за ним бежит, рычит, аж земля вся дрожит. Ну что, мои маленькие друзья, не испугались? Это очень хорошо, если не испугались, тогда садитесь поудобнее, мы с вами будем смотреть мультфильм, а продолжение сказки мы дочитаем завтра. Всего доброго, до свидания, пока!